Продолжение следует... Либо Бенедикт. Давайте рассмотрим все варианты, и я поделюсь своими теориями и прогнозами насчет того, что будет дальше. Итак, начнем. Вот, Бриджертонов, сезон 4. Все, что мы знаем. Примите к сведению, в этом видео будут спойлеры. Дата выхода. Все мысли людей после такого окончания – это когда выйдет следующий сезон шоу и будет ли еще один, потому что это действительно казалось финалом. Вот и хорошие новости. Нетфликс одобрил и треть, и четвертый сезон, и одновременно после Двагуа. Так что четвертая часть шоу будет скоро. После этого судьба шоу под вопросом, хотя первая часть третьего сезона получила отличные цифры просмотров, что хороший знак для будущего. О дате выхода это неизвестно. Между двором и третьими сезонами нам пришлось ждать два года на восемь эпизодов, и похоже, что так же будет и здесь. У нас был спин-офф шоу «Королева Шарлотта», что смягчило время ожидания, время ожидания, но пока нет спин-оффов, похоже, что будет два года без шоу Бриджертоны до четвертого сезона. Вот и сезон. Шоураннер Бриджертонов подтвердила, что похоже, так оно и будет развиваться. До следующего сезона еще немного времени, она сказала, что они действительно пытаются выпускать сезоны быстрее, но процесс съемки занимает около восьми месяцев. Тогда есть процесс редактирования и написания, который занимает много времени. Учитывая все это и при окончании работы, это примерно два года, поэтому, несмотря на попытки ускорить процесс, это неизбежно сложно выполнить. Поэтому, принимая во внимание график, кажется, что мы можем не получить четвертый сезон Бриджертонов до лета 2026 года, и когда вы так говорите, это кажется целой вечностью. Сюжет о сюжете четвертого сезона, я думаю, что есть два направления, в которых сериал мог бы развиваться. Он мог бы быть сосредоточен на Франческе, Джоне Стерлинге и Де Луизе в Шотландии, или он мог бы оставаться ближе к дому и сосредоточиться вокруг Бенедикта и Романа, сосредоточенного на нем. Особенно потому, что кажется, что он получил новое чувство направления и общее чувство счастья в конце сезона 3. Сложно определить, что произойдет, ведь у каждого свои временные рамки. Например, история любви Бенедикта произошла через год после конца сезона 3. Он встречает Софи Беккетт на маскараде, который устроила его мать. Этот балл упомянут в прощальной беседе с Де Луизой, что заставляет меня предполагать сокращение до года. Если подумать, конец сезона 3 произошел не менее чем через 9 месяцев. Так что Пенелопа только что стала мамой, и Колин этому свидетель, что значит оно не будет большим скачком во времени. А в случае Франчески, Джон умер из-за аневризмы головного мозга вскоре после их прибытия в Шотландию. Франческа, говорят, оплакивала его несколько лет, прежде чем смогла двигаться дальше. В романе мужчиной по имени Майкл был двоюродный брат Джона, и после его смерти Франческа и Майкл вместе. Они поженились и родили двоих детей. Одного назвали в честь брата Майкла Джона. Сейчас, когда кузина Джона вводится как Микаэла в сериале, женщина кажется, что это изменит историю Франчески. Когда Микаэла впервые познакомилась с Франческой, было ясно, что есть электричество между ними. Но поскольку они не могут иметь детей, интересно, как они обеспечат наследника графу Киллмартину. Это делает романтику несколько особенной. Интересно, собирается ли Франческа снова выйти замуж, но на самом деле преследует свою любовь к Майклу, если это случится. В романе Франческа теряет ребенка от Джона. Я полагаю, если они хотят прямого наследника, история о беременности Франчески от Джона может быть включена, но, возможно, она не потеряет его. Кажется, история Франчески должна отклониться от книги. Это история, которую мы можем увидеть в следующем сезоне. Но если шоу идет по пути истории Бенедикта, что, возможно, она столь же увлекательна и романтична, как и история Франчески. И я думаю, она более верна роману, поскольку нет много изменений, которые могли бы это изменить. Как я упоминал, бал уже запланирован, а снова заложена. Установлены. После ночи на балу с Софи она исчезла на полгода. И когда он ее искал, ей не удалось найти. Два года спустя они встретились случайно и влюбились. Их история любви сложна, но, в конце концов, они остались вместе и родили четырьмя детьмя. Между Бенедиктом и Софией есть двухлетний период, который может совпасть с периодом траура Франчески по Джону Стерлингу. Вместо одной истории в сериале они могут оба случиться и разыграться одновременно. Также, думаю, мы увидим развитие романтики между Вайолетт Бриджертон и Маркусом Андерсоном. Вайолетт сказала, что готова снова заняться романтикой впервые за долгое время. И кажется, что Маркус может быть этим человеком. Видите, дальнейший сезон может развиваться в нескольких направлениях. Интересно, с кем из них оно будет связано в конечном итоге, но очень похоже, что это либо Франческо, либо Бенедикт. Актерский состав. По составу нет никаких объявлений по героям, которые будут возвращаться в сериал. Однако, основываясь на финале третьего сезона, думаю, довольно легко предположить, какие персонажи вернутся. Думаю, снова увидим Франческу, Лорда Киллмартина, Вайолетт Бриджертон, Маркуса Андерсона, Элоизу, Бенедикта, Леди Денбери, Королеву Шарлотту и Мистера и Миссис Мондрич все возвращаются. Что касается Пенелопы, Колина и Фезерингтонов, то, хотя Леди Уистлдаун и прекратила существование, Шоураннер подтвердил, что Пенелопа и Колин вернутся в сериал. Так, с их возвращением, скорее всего, увидим порцию Пруденс и Филиппу Фезерингтон и их мужей. Кроме того, мы познакомились с Микаэлой Стирлинг. Как упомянул в сюжетной части видео, она, скорее всего, будет ключевой для сюжета. Так что это персонаж, который мы будем видеть чаще. Если проводим много времени в Шотландии, познакомимся с новыми персонажами. Если история совпадает с историей Бенедикта, мы можем быть представлены Софи Беккетт. Касательно персонажей, которые, возможно, не вернутся, Криссида стала жертвой собственных игр в этом сезоне шоу. Увидели, как ее увезли, чтобы жить у тети в Уэльсе. Если не будет сюрпризов, и она вернется, можно считать, что ее исключили из шоу. Также Энтони и Кейт отправляются в Индию, чтобы увидеть страну и семью Кейт до родов. Это может означать, что они пропустят и следующий сезон шоу. К сожалению, пока это все, что известно о четвертом сезоне Бриджертонов. Уверен, появится больше информации со временем. Но пока, думаю, все, что мы можем, пересматривать предыдущие сезоны, сериал про королеву Шарлотту и читать книги. Так что вот все, что мы знаем о четвертом сезоне Бриджертонов. Хотите больше роликов про Бриджертонов? Нажмите на кнопку в правом верхнем углу.